Музыка Отдельным видеороликом я хочу вам рассказать о работе приложения Mirror Mode и работе самого ИК-порта в данном смартфоне. У меня возникли небольшие проблемы, возможно кому-то это видео поможет сэкономить время. После того как я прошил модифицированную переведенную прошивку от Multirom 7.1.3 у меня перестало работать это приложение с маркета, которое работало изначально на магазинной прошивке. Я тогда начал искать модифицированное приложение и нашел его на сайте MIUI SU. Здесь кроме прошивок есть также и приложения от Xiaomi, полностью локализованные, переведенные, так сказать, людьми. И среди всех приложений, конечно же, я нашел Mirror Mode. Версия 5.1.4 это на данный момент самая последняя версия. Я ее установил. Она русифицированная, удобная, но она отказалась у меня работать. Тогда я начал разбираться, начал ставить более старые версии этого приложения. На сайте они все доступны, можно установить любое. И в конце концов я нашел версию, которая заработала у меня. Это версия 5.1.0. По отзывам на форуме я также потом нашел, что не у одного у меня была такая проблема. И действительно, что версия 5.1.0 работает практически у всех. Поэтому если вы столкнулись с этой проблемой, можете сразу смело ставить именно эту версию. Ну а я же хочу показать теперь, как работает само приложение. Для этого нам нужно сначала добавить его в базу данных. Я специально удалил все свои домашние устройства. И сейчас для примера мы сюда добавим два разных телевизора. Samsung и LG. Для начала нам нужно нажать вкладочку «Новое устройство». После небольшого поиска здесь отобразятся все возможные устройства. После этого мы выбираем то, что нам необходимо. В данном случае ТВ. Сейчас появятся производители телевизора. Итак, перед нами телевизор Samsung. Поэтому в списке мы выбираем Samsung. Нас просят направить их порт на устройство ТВ и нажать кнопку. Ждем, пока появится команда. Видим, появилась кнопка питания. Зажимаем ее и ждем реакцию. Реакция последовала мгновенно. Телевизор отключился. Далее вопрос «Питание сработало?» Окей. А теперь мы можем его включить уже с помощью пульта. Уже с помощью смартфона. И продолжим выполнение команд. Следующая кнопка – это громкость. Мы ее зажмем и на телевизоре она должна уменьшаться тоже. Уменьшается. Вот мы уменьшили. Стало тише? Да. Окей. Все. Привязка сработала по двум кнопкам. Можно теперь нажать «Привязать». И теперь вот, например, громкость добавляем. Видим, добавляется. Выключение. Видим, выключается. Включается. Включение. Видим, включается. То есть, пульт становится пригодным. И можно уже пользоваться. Переключать громкости, каналы, источник, звук. Есть, по-моему, еще тут циферки, да. Так же само я настроил и телевизор LG, который находится у меня на кухне. Ну, на этом все.